Атмосфера дружелюбия, взаимопомощи и выручки в зале представители различных национально-культурных центров города. Эти люди могут рассказать о Самаре на пяти и больше языках и показать пример крепкой межнациональной дружбы. Судьба города и в их руках, говорит глава Самары Олег Фурсов. Мэр рассказывает о проделанной за год работе, а также подводит итоги в действии реформы местного самоуправления. Я часто встречаюсь в последнее время с населением и хочу сказать, что год назад после встречи был вал рук, лес рук. Все говорили, вот у нас там лампочку нужно вкрутить, у нас там траву покосить, у нас там деревья обрезать. Сейчас на встречах эти вопросы не поднимаются. То есть они все ушли на районный уровень. Для оперативного решения вопросов местного масштаба у района есть свой бюджет. Он пополняется за счет земельного и имущественного налогов. В будущем полномочия районов будут расширены. Сейчас у глав есть четкий план действий на ближайшее время. В дефектных ведомостях записаны все проблемы территорий и сроки их исправления. Участники встречи неравнодушны к изменениям в городе и активно интересуются будущим Самары. Плотя наша разваливается. Там даже с боков плитка падает. Там, не дай бог, кого-нибудь когда-нибудь... Там какой-то палаточным материалом, да, вроде бы обмотали, покрасили белый. Там нуждается вот время будет. В следующем году начнется реконструкция четвертой очереди набережной. Она будет продлена за Сахийский собор, который строится. Там будет фонтан очень красивый. И, конечно, в Ладзе это будет реконструировано, она будет восстановлена. Поэтому нужно просто дождаться. В 2017 год там начнутся работы, этот участок будет закрыт. Не только вопросы благоустройства волнуют представители этнических центров, но и развитие национальной культуры. Глава города обещает всестороннюю поддержку общественных инициатив. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События.